Всем доброго времени! Есть еще один очень смешной, может быть, кому-то покажется способ гадания, может быть, кому-то кажется уже знакомый, но не сказать о нем я не могу. И, естественно, его многие усложняют, говорят, что нужно только восковые свечи, только определенные настройки, тексты, заговоры. Но на самом деле этим и прекрасны рождественские гадания, святочные гадания, что можно не обязательно следовать рецепту до мелочей. Тут именно сам принцип того, что стирается грани между мирами, сам смысл того, что если вы готовы получить послание, вы его получите, и ваша настройка и умение замечать, и готовность знать ответ. Вот именно самая главная готовность. Что для этого гадания потребуется? Берем свечу. Я взяла чайную свечу. Обычная свеча, которая продается по 100 штук, по 50. Их довольно-таки много. И купить их и недорого, и они, в принципе, есть везде. Если у вас есть воск или восковые свечи, это вообще замечательно. Но у меня сейчас не идёт сеанс гадания. Я просто показываю наглядность для примера. Может быть, сейчас и фигурка выйдет какая-то смешная, потому что я ещё раз говорю, сейчас я не участвую. Сейчас я просто показываю принцип. Взяли свечу, сформулировали вопрос, который нас интересует. Ну, например, вот меня лично можно вообще не формировать, но если вот меня интересует вопрос, я вот сейчас спрошу, будет ли у меня, например, получу ли я, например, новое образование. Например, об учёбе. Я взяла свечу или сдам ли я сессию. Ну, всё что угодно можно спрашивать. Или на личную жизнь, или будет ли у меня ребёнок и так далее. И вот свеча у нас горит. Не тушим её ни в коем случае. Нам нужно, чтобы какое-то количество у нас появилось растаявшего воска. И вот так вот водичку капаем. И всё. И смотрим, что вообще, какая фигура у нас получилась. Сразу говорю, что это не чистка, не отливка на воск. Это всего лишь, что называется, это диагностика или гадание. Некоторые и гадают не только в рождественские дни, но и всё время именно таким образом. Но чаще всего это именно присуще рождественскому периоду и никаким другим. Вот. Сейчас мы дождёмся, когда она полностью остынет. И можно будет её посмотреть. Сразу говорю, если вы гадаете не себе, и это не гадание, а снятие или чистка, голыми руками лучше не брать. Если же мы просто гадаем себе на событие какое-то, можно взять, либо можно взять через пакет. Ну, некоторые не берут голыми руками вообще никакие. Это уже дело каждого, как ему к этому относиться и как, собственно говоря, вообще и трактовать, и как вообще читать. Ну, вот давайте попробуем прочесть. Ну, вот мне, например, вот эта отливочка, да, она мне напоминает большую ногу. Причём эта нога вот идёт как будто бы куда-то. То есть человек, ну, я в данном случае на месте сидеть не буду. Вот смотрите. И ещё на рыбу похожи. Вот смотрите. Вот так вот похоже нам вот пятка, например. Даже, наверное, знаете, наверное, даже вот положить на какой-то другой цвет надо, потому что не особо хорошо видно. Я сейчас вот положу на полотенце, будет видно лучше. Ну, я так думаю. Вот смотрите. Всё на белом видно плохо. Вот смотрите. Не знаю, видно или нет. Мы сейчас попробуем крупнее. Крупнее. Вот, смотрите. Очень похоже на пятку. На пятку. Вот. И вот как будто бы подошва, да, и человек куда-то идёт. И похоже вот так вот, если посмотреть на рыбку. Рыба это у нас и деньги может быть. Рыба у нас может быть и кит. Ну, и прибыль в целом. Ну, и беременность ещё может быть показана. Да. Ну, и в целом исполнение желаний. На мой взгляд, хороший знак. Особенно если вопросы ребёнка или вопросы прибыли или повышения материальных каких-то вещей. Ну, вот такой простой способ. Я вам его советую использовать. Если вам понравился результат отливочка, то её нужно сохранять. Если не понравилось, то её обычно выбрасывают. Ну, у меня прямо рыбка получилась. То её выбрасывают, ломают и даже переплавляют. Есть такая методика, то есть как бы стараются плохое из себя убрать. Ну, к этому относится по-разному. Некоторые считают, что вот плохое, чтобы там не было отлито. Ну, плохие отливки считается крест, плохими отливками считаются прямоугольники, квадраты. Если у вас будут какие-то сложности с трактовкой, можете мне писать под видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я постараюсь помочь с трактовкой. И интересно, напишите, пользуетесь ли вы таким способом, отливаете ли вы. Напишите, как вы, собственно говоря, относитесь к этим видам гаданий, к отливкам на воск, либо на парафин, либо на другие материалы. Как вы отливаете? Я, например, воду. Иногда смешиваю со святой водой, иногда с серебряной водой, иногда с трёх источников беру. А есть люди, которые в молоко предпочитают, ну, свинец, масло. Что вы используете? Какую жидкость? Как вы оплывы оставляете? Или же, наоборот, выбрасываете от них? Вот интересно вот об этом мне узнать. Пишите комментарии. И если будет интересно, я продолжу эту тему. Всем хороших праздников и интересных предсказаний, которые будут приносить только удовольствие, радость и всё самое доброе. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok